Югорские чиновники сменили пиджаки и галстуки на хоккейную форму. В Ханты-Мансийске прошла необычная товарищеская встреча. Школьники сразились с командой ветеранов, в которой играли и главный федеральный инспектор в Югре, и начальник окружного управления ФСБ, и прокурор округа. Матч получился увлекательным. Были и силовые приемы, и голевые передачи. В итоге победила дружба 7-7. За хоккейными баталиями наблюдал Алексей Лиманский. Будет в обтяжечку. Красота. Свитеры им теперь в обтяжечку. И, может быть, скорость уже не та. Но это не мешает им побеждать и в спорте, и в жизни. Такое количество высокопоставленных чиновников на квадратный метр в Ханты-Мансийске можно увидеть только в хоккейной раздевалке. Главный федеральный инспектор в Югре, начальник окружного управления ФСБ, прокурор Югры, главный судебный пристав округа, депутаты окружной думы, директора департаментов. Они тренируются дважды в неделю. И уже через несколько минут станет ясно, насколько сыграна эта команда. Настрой боевой? Есть! Это матч под открытым небом. Здесь и холоднее, чем в ледовом, и лед не очень. Но именно в таких коробках югорские руководители когда-то начинали играть в хоккей. Они скрестили свои клюшки с детьми. И сегодня это сложный соперник. Несмотря на то, что ветераны на три, а то и четыре головы выше и гораздо шире в плечах. С ними интересно. От них заряжаешься энергией. И я думаю, что им тоже интересно, ну, с такими, может быть, не асами хоккея, но с уважаемыми людьми сыграть. Вротив вас играют, во-первых, здоровые мужики, взрослые. Во-вторых, это очень влиятельные люди. Коленки не трясутся с ними играть? Нет. В общем, я сам играю со старшими. Там на секции хоккея, вот на городе. Мне уже, в принципе, не страшно. Это не просто матч. Это настоящий праздник спорта. Здесь и аниматоры, и группа поддержки, и показательные выступления одаренных фигуристов. Фигурное катание – еще один перспективный для северян вид спорта. Они собрались, чтобы рассказать и показать, на что югра делает ставку воспитания детей. Что такое польза для фигурного катания? Во-первых, это красота, это здоровье, это грация, это умение преподнести себя и чувствовать комфортно, скажем, в любом обществе. Каждый взрослый человек должен делать все, чтобы максимальное количество детей занимались физкультурой и спортом. Мы вносим свой посильный вклад, показывая собственным примером, мотивируя ребятишек для того, чтобы они занимались хоккеем. Своими возможностями в спорте югра славится далеко за пределами страны. Но власти говорят о том, что не собираются останавливаться на достигнутом. Теперь они взялись за развитие дворового спорта. Только в Хантамансийске обещают строить минимум по две спортплощадки в год, чтобы спорт пришел в каждую семью. Алексей Лиманский, Антон Шипунов, телекомпания «Югра», Хантамансийск.